ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ На данных соревнованиях будут представлены в основном два направления. Это воркаут, то есть чисто силовые элементы на перекладине и универсал. Это будет со всех трех стилей, то есть воркаут, также технические элементы, это в основном элементы взятые из спортивной гимнастики и элементы из джимбара, который пришел к нам из Колумбии. Воркаут, пожалуй, один из самых малозатратных для спортсменов видов спорта. Все элементы выполняются на уличных тренажерах, турниках, брусьях, лестницах и шведских стенках. А набор трюков в воркауте ограничен только фантазией спортсмена. Я могу, так сказать, проверить, на что я способен. То есть через спорт я выражаю себя. Конечно, закаление силы воли, то есть здоровье, прежде всего, тоже. Но это прежде всего свобода. Воркаут – это свобода. То есть мы ограничены прежде всего своим сознанием. Силу и выносливость на чемпионате демонстрировали и представительницы, как принято говорить, слабого пола. Хотя слабыми таких девушек уж точно не назовешь. Трудно поверить, но все эти трюки Ирине Малинской удалось освоить всего за несколько месяцев. Трудники – это воспоминания из детства. Недавно узнала, что существует уличный вид спорта, решила попробовать. Мне понравилось, достаточно очень интересно и увлекательно. Добавок ко всему, много требует сил, выносливости, что позволяет в повседневной жизни максимально использовать свои возможности на полную. В первых соревнованиях по воркауту в Сочи приняли участие 30 спортсменов. Но это только начало, отмечают организаторы. Кстати, из 9 воркаутеров, которые заняли призовые места на турнире, трое – сочинцы. А это значит, что будущее у воркаута на курорте точно есть. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.